Ну что же, друзья, всем еще раз большой привет! Дота 2 Champions League 9 сезона продолжается, и Team Empire против NoSori теперь будут отыгрывать у нас Best of 3 противостояния. Ёжик и Джем все еще с вами. Джем, как у тебя настрой перед этим матчем? Да, я бы сказал, что у меня в целом настрой не изменился после первого прошлого матча, после первой прошлой серии, так что в целом все то же самое. И все еще Империя в моих глазах здесь явный фаворит, и скорее всего наши друзья из Винлайн будут к этому склоняться, но это мы чуть позже посмотрим, так что здесь пока что... Надеюсь, что NoSori, по крайней мере, хотя бы драфтом не подкачают. Пока что все вроде неплохо смотрится, забрали Скай, Мага, Эмбера. Скай достаточно долгое время будет душить шторма по игре, Тинни, судя по всему, отправится на керри позицию. Надеюсь, по крайней мере, потому что, ну, саппорт Тинни это прям вообще что-то с чем-то. Я вот видел от Ванскора, ну, мягко говоря, импакта не так много, как хотелось бы. Ну, а снизу пока что у Team Empire все вполне закономерно. Основу ТСА, мне кажется, ТСА уже устал играть на этом Клокерке, но он опять будет продолжать без АЗ, вот раз на котле. Ну и Шторм для Додрена в мид, собственно. Да, связка Котл плюс Шторм неизменима, скажем так. Уже сколько раз мы ее видели в восьмом сезоне, в девятом сезоне, продолжаем наблюдать. На самом деле, иногда оно работает, но, честно говоря, по-моему, гораздо реже, чем должно работать, по крайней мере. Некрофос появляется у Team Empire. Ну, сори. Ну, действительно, драфт, опять же, интересный. Йонт опять на Скаймаге. Эмбер, опять же, тоже от Манника мы уже много наблюдали. Ну, и Тинни Бэйн. Ну, вообще, так-то Некр, наверное, с котлом пойдет на линию стоять вдвоем. Блокерк отправит на пятерку, скорее всего, для... ну, соппортить все-таки для Кэри. И эта линия уже достаточно грозная, что котел может задувать, что Некрофос пробивать, плюс там мы не будем Чакра Мэджик забывать, да, который там ману пополняет, поэтому вроде выглядит в теории сильно линия. Как? Будет на практике, кто его знает? Потому что я, если честно, что-то не могу вспомнить игры No Sorry, ведь, возможно, я все их пропустил, либо я как-то не попадал. Ну, вот, увы. Простите уж меня, поэтому я с ними больше знакомиться сейчас буду, по-хорошему. Но пока у них тоже все неплохо смотрится. У них линия, скорее всего, Бентинни, Скай плюс Вот офленер какой-то, Ласпиком, появятся для него на линию. Что-то с Дизейблом, типа Марса, Марс Банни, Цинкинг в бане, Кентавр не лучший вариант, что вообще есть такого. Может быть, может быть, может быть. А сложно, на самом деле, что-то здесь представить, потому что Ласпик у Империи, и они спокойно себе любого кэри могут забрать, какого захотят. Да, да, все именно так, и Морф не в бане, кстати, до сих пор, для Тим Эмпайр. Я не уверен, что он здесь, конечно, Марфа хочет на Кумне, но всякое может быть. На самом деле, я хотел еще отметить то, что Бэйн, в принципе, довольно неплохой герой по игре, может быть, против Некровца, потому что, ну... Медуза хочет, очевидно, Медуза сейчас забанит. Медуза уже в бане. Кто еще антимага не любит? Не Сикер, если честно. Я не помню Кумена на Сикере. Вот Сикер здесь неплохо бы заходил, потому что останавливает двух героев, как минимум, да. Ну, интересный бан антимага. Ну, да, неожиданный, откровенно говоря. Наверное, антимаг против Штормани Кровца тоже не самая приятная история. Все-таки. Да и против Котла. Только поэтому я вижу, наверное, единственную причину бана вообще здесь антимага. Ну, ладно, будем смотреть. Будем смотреть, что имперцы хотят вообще себе добрать на ласт пик. Ну, сори, нужно, конечно, тройку какую-то придумать. Это тоже довольно трудно. Самые такие метовые тройки у нас ушли. ДП, Пангольер, СК, Марс, Тимбер. Вообще все убрали. Нужно придумать какую-то тройку. Кентавр, в принципе... Не, ну ладно, Кентавр здесь, конечно, грустно заходит. Не, ну по игре то что-то делать будет, но просто именно на лайне. Ну, такой вот, кстати, да. Сталкер неплохим вариантом мог бы быть. Сталкер, да. Ну, условно, можно дефолтного Тайтхантера взять, как вариант, когда можно. Не париться. Ну да. Есть дополнительный дизейбл, опять же, линия, он постоит там. Реводж имеется. Тоже крайне приятная вещь. Да, реводж, я слышал, неплохая способность. Довольно-таки. Ну, это будет Акс. Акс против Шторма Некрофоса. Не, ну ловить прикольно. Прикольно ловить Шторма на Сайленс, на Эншн Силу. Акс туда прыгает тоже. Не, ну... Такое. Опять же, Акс это такой нестабильный сейчас персонаж максимально. Он либо раскачивается очень жестко, и у него там, не знаю, 100-500 армора к 20-30 минуте. Либо это герой, который вообще себя по игре найти не может. Проседает, не может прыгнуть нормально. Даже если прыгает, его очень быстро выключают. То есть, ну... Такое. Здесь Акса... Акс слишком зависим от линии просто. От своей. Вот как он линию постоит, как у него будет всё с... Качем. То есть, если у него будет быстрый вангард Даггер, то тогда, да, это, конечно, будет сильный персонаж. А имперцы добирают Манки Кинга. Против Акса, против Тинни. Шикарно вообще. МК здесь всех выносит вперёд ногами с покупкой Блокинг Бара. Единственная проблема, это Блок Архангел на Бэйне, который может его подконтролить. Да, ну ладно. В любом случае интересно. Но нет, к сожалению, коэффициентов от наших друзей из Винлайн, чтобы посмотреть, кому всё-таки они отдают предпочтение. А мы напоминаем вам про баннер под нашей трансляцией. Переходите по нему. И получайте бонус на свой первый депозит. И пользуйтесь им с умом. 2000 рублей, кстати, дают, да? Да, да. Всё именно так. Ласт Хиро. Блин, по-моему, по-моему, Ласт Хиро уже играл на Аксе, и довольно неплохо у него там это всё получалось выдавать колы. Да и в целом он сам по себе отыгрывал довольно классно. Но опять же, все игры разные, скажем так. И против МК, конечно, будет очень тяжело. То есть на линии ты не можешь максить горелку, ты не можешь подходить. Единственный вариант, который для Ласт Хиро здесь присутствует, это выпуливать. То есть брать пачку из-под тавра. Ну, Йонт, в принципе, кстати, этим может заняться. Мы тоже несколько раз уже видели, что Йонт такой довольно активная четвёрка, которая постоянно помогает своей тройке. Ещё в мид любит перетягиваться. А здесь, кстати, в мид есть чем перетягиваться. Если чейный возьмёт в единичку маник, то вполне много вариантов забрать шторма даже на ранних лвелах под Скаймагом. Я просто смотрю, что у нас в итоге будет по очкам сейчас. Если у нас, получается, ноусори побеждают, то они сравниваются с Империей. У нас будет тайбрейки точно с ними. То есть будут переигрывать. Если нет, то Империя и Гамбит точно проходят в верхнем сенте вдвоём. Без варианта. Да, в группе В всё чётко. Всё в принципе чётко, понятно и ясно. Если вдруг сейчас... Ну, единственный действительно вариант, при котором ноусори обыгрывают сейчас МПС. Да, 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 да. Если ноусори обыграют, то там будут тайбрейки. Окей, посмотрим. Но опять же, ноусори статистика тоже неплохая пока. И если уж брать вот из таких врагов неправильно, наверное, оппонентов, которые были до этого у Империи, то они, наверное, самые грозные. За последние пару дней уж точно. Угу. Ласт Хиро. Здесь не подставится главное под ТСА. Хотя ТСА, кстати, вот такой Клокверк пятёрка условный, да? Ну, условно, он просто стоит с МК обычно. Либо с... В общем, с Куманом. И очень часто раньше на Клоке брали всё-таки ботинок сразу. Ботинок плюс танго условно или что-то такое. А Клокверк вот от ТСА не так закупается. Берёт себе винлейс и какой-то реген на линию, чтобы Куману было попроще жить. Поэтому пятёрка Клокверк, он, ну, меньше рейтился раньше, по крайней мере. Сейчас вот мы видим, что Имперцы вводят его, скажем так, в мету за счёт того, что у них есть сильный игрок на этом Клоке. Так, здесь встреча на руне возможно будет. Блэк Архангел, да, так и получается. ТСА выходит вперёд, забирают руну. Ребята, хотят ли попробовать забрать ФБ? Ну, хотят, хотел ТСА, наверное, но в итоге забирают на нём. Маник ещё, к тому же, сделает ФБ. А вот это неприятно. То, что у тебя миллер получает ферсблат, это грустно для команды Тим Эмпайр. Не совсем понял в этом моменте ТСА, зачем он пошёл вперёд, мог бы развернуться, и этого ФБ не было бы точно, в БСФБ. Старт действительно очень хороший для Ноусори, особенно для мидера. Ну, такое противостояние Эмбера против шторма. Каноничный, я бы сказал, на миде, да. Спиритов, именно битва. Битва скилла, в первую очередь. Триплэйн, кстати, от Ноусори, в начале. Они так тоже уже несколько раз сделали, прогоняют очень сильно декафокуса, есть ещё брейнсап, может, конечно, по брейнсапиться, но вот здесь, опять же, есть деспульс, и улетают отсюда. Это не совсем Триплэйн, это именно попытка сделать ещё им фраг. Многие так делают, на самом деле, вначально. В любом случае, саппорт перетянется наверх, понятное дело. Кстати, Ноусори, от Ноусори, была попытка уже как-то поставить Триплэйн, один раз. Они даже, по-моему, если я не шваюсь, именно они стояли, Триплэйн однажды. И закончилось всё довольно печально для них, на самом деле. Если это были Ноусори, конечно, может быть, Ноусори, но кто-то точно так и делал. Куман, и выйдет тут красивыми с чифом конкась в шот. БЗЗ накидывает иллюминейт, пока по Йонду не попадает. Вообще, первый левел, конечно, Куману трудновато, тем более, тут такая пачка крипов, но сейчас он как раз с этой пачки крипов поднимет себе второй, и будет уже стоять гораздо-гораздо проще, потому что появится либо пассивка, либо пассивочку, наверное, надо брать, конечно. Пассивочку здесь пока нет особого смысла, брать. О, в любом случае, Кумана пытается напрягать, потому что понимает прекрасно, что как только нам в пятом каком-то левел в своем придет, он сам начнет здесь избивать с руки, даже в третьем, наверное, левел вполне себе. Будет боеспособен, а как лучше, лучше вначале придушить, пока она не раскачалась. А, она раскачается, скорее всего. Ну да, МХ, это такой герой, который на самом деле довольно медленно именно фармит в плане там лесных кемпов, я не думаю, что он будет здесь особо фармить, он просто в какой-то момент просто возьмет палку и пойдет бить вперед. И акса избивать будет и скаймага того же, поэтому его лучше до этого момента как бы задушить на линии. Снизу у нас как бы фармит синие, но тени, конечно, страдает постоянно по хп, вынужден на него тратить всякие регенчики и прочее. Не сказать, что у фогоса здесь большие проблемы, то есть да, у них крипов не так много имеет, но экспо впитывает, как бы, и ему не так уж и много нужно в игре вообще в целом. Самое главное, что на линии можно стоять. Ну, Норзу хочет сразу взять. Как-то, возможно, поактивнее на линии можно было играть. Да, не, некрофос здесь не нуждается в огромном каком-то количестве артефактов, ему по факту нужно просто впитывать, просто впитывать дэмэдж, который вносит ноуссори. Очень опасная ситуация в миде, очень опасная ситуация в миде, додрен до конца! И он погибает от крипов. У него не было пути назад. Да, правда, руны воды нету сейчас для маника. Четвертая минута. Сойдет, сойдет. Не знаю, что он хочет сделать, мана, нет? Подъезд хочет, наверное, просто подъезд хочет. Так, фиге. Ну, что вы делаете, имперцы, такой смех, если честно, этот выход из-за погибает. Не знаю, перечит, прям вообще слабо начинает на линиях. Единственное, сильная линия, конечно, когда ему не стоишь. И хоть у него там саппорта забирает, но его тоже же одного, конечно, могут душить спокойно. Залетает BattleHanger. На развороте. Видит, что саппорт летит на линию. Главное, не дать нас так и пассивку здесь. Ладно, страйк. Наши сумрет. Я прокумана. Да, погибнет, скорее всего. Подожди, почему не нажал кулакс? Ну, нет, здесь куман никуда не денешься, там гусик в батлхангер доедет. Батлхангер, все номер, второй батлхангер, урона много. Снизу так же драка, снизу продушечка начинается, под вышку заходит, но это может быть ошибкой сейчас, я не знаю. Плакархангел танкует, ИСА в наглую заходит, забегает, декафогас, дес пульса очередной залетает, отъедается Архангел. Я не знаю, еще кто будет победителем здесь, там тени наваливает неплохо. В итоге, сейчас мне должен, по идее тени погибать вместе с своим саппортом. Миди Шторм погибает второй раз, это уже серьезная заявочка на успех для Маника в рамках этого противостояния, потому что два фрага на линии соло это жесткий. И не забрали, понятное дело. Что гораздо активнее игра, чем у нас с имперс против ними играли, прямо на линиях, вообще жесть как это творится, причем на всех. Линия центральная проиграна в салате, если сейчас еще третий раз удастся забрать до дрэна, это просто ужас будет, для шторма. Четвертый левелл Шторм. Ой, он здесь перетянулся. Да, они хотят, они хотят. Про это речь. Ну надо. Если сейчас его заберут, то это все, это провал полнейший. Да, ну что по Нетворцам? Эмбер Спирит топ-1 за счет Ферст Блада, за счет кила на Шторме, за счет того, что фармит. У Маника все очень хорошо. Ну вот да, Дрэн, конечно, да, пока не дотягивает. Не твое! Но все впереди, все впереди, возможно БЗЗМ, БЗЗ здесь очень больно, просадил его Ион довольно сильно. И отходит, естественно, котел. А рядом есть Манник на перехвате. И тут еще и стаки, возможно, сейчас Манник. Да, и стаки очень хочется забрать, тем более, что есть третий щит. Но пока, наверное, подождет. Куман, в итоге в него выходит, пока отогнали БЗЗ. Кол пошел, минус Куман. Жесть! Не знаю, если честно, с такой игрой у Империи здесь шансов очень мало. Я не знаю, что с ним происходит, прям по всем фронтам их избивают. Грустно за этим наблюдать. Ну, на самом деле, пока да. Я все-таки вижу какие-то ауты для шторма, которые все-таки довольно быстро выкачивают лес. Манки Кинг в том числе может поактивнее играть в какой-то момент, если побольше экспы себе зайдет. Додрен вот по фарме стаки. Да не-не-не, ауты камбэка есть. То есть, это не критичная ситуация, даже больше скажу и его преимущество на Тверсу. Я не пытаюсь сказать, что игра закончена. Могу сказать, что просто их слишком легко избивают. Не особо, особо ничего для этого не прилагать. каких-то усилий сверх не предлагает мусори. Я бы сказал, что пока это дефолтная игра Империя. Сколько игр? Шесть подряд уже наблюдаю за ними. Примерно так они и стартуют, но я еще ни разу не видел, чтобы Додрен настолько сильно проигрывал линию именно центральную. Да, как-то не пошло. Не пошло на штурме совершенно. Здесь ДК Фогус совершенно. Сверху. ДК Фогус погибает снова сверху. Она тоже соло от Манико. Манико 4-0-0 стата. Он хочет под Тавр зайти, скорее всего, как-то. Либо, ну, даже не под Тавр, но забрать и не очень хочется под косу. Удачи ему в этом, что могу сказать. Тут, да, хорошие игры, но вряд ли он сможет это вот так вот сделать, забежать. Очевидно, ему нужно, чтобы кто-то ворвался, а Клокер без шестого, то есть, надо ворваться будет. Инжин не дурак, тоже он понимает прекрасно, что коса появилась, он будет на безопасной рейнджа стоять, фармить. Ну да, он там так несколько раз, на самом деле, мог отъехать, но действительно за это не наказывает пока на уссоре. О, точнее, имперцы как раз. Додрен перетягивается в топ, понимаешь, что нужно немного Куману обеспечить более приятный, комфортный лайн. Йонда находит, но Йонда здесь никуда не денется, скорее всего, Ласхиро идет сам в атаку, Электрик Вортекс пошел по Ласхиро, Ласхиро пробивают, очень долго его бьют, но забьют, конечно же, Ласхиро. Очень хорошо, красиво раскатили, на самом деле, чтобы не успел добежать, накинуть колл нормально. Вот, и за счет этого Куман смог настакать и пассивку, сделать фраг. Команды сбили стрик. Да, но все у Кумана, в принципе, более-менее, да, несмотря на то, что он два раза погиб, у него сейчас топ-2 на Этвардс, это вообще все у них классно, действительно, несмотря на такие линии. Снизу драка, ТОСА вставляет, Эмбер пошел вперед, ДК Фолгас убегает, подвушечку уже вряд ли его заберет. Ну, всего лишь саппортика забрали, не так страшно, для Империи, нормально. Пытается Эмбер, видишь, побегать по линиям, найти драки, сделать фраги, не везде это удается ему делать. Но у него на Этвардс хорош, правда, Шторм, несмотря на такой старт на линии, смотрю, уже быстро догнал, достаточно за счет выхода сверху. За счет фарма там лесочка, стаков, судя по всему, каких-то. Стаки, стаки. Там были стаки, и он сейчас их фармит, и он еще у нас стакает себе, скорее всего. Крип вышел. Дела налаживаются, окей. Очень сильно просел тени, в рамках линии именно фарма, вынужден уходить леса, выфармливать, но тени это не тот герой, который быстро прям фармит лес. У него там есть, конечно, поленцы, но это и тени с шардом, да, который там бесконечно двигается по поленам и фармит. Здесь пока ему сложно, ну, не так быстро он выфармливается. Дело. Не знаю. Декафогос. Все еще снизу, видят тени. Тени поймать, ну, сложно будет, или смогут. Нет, ну, подушку давить не стоит. Да, боятся пока имперцы в боте. Ну, и это правильно, в принципе, естественно. Весел хочет. Вот как только Весел появится, уже будет, конечно, посложнее. Только нужно будет зарядик еще где-то найти, конечно, потому что сейчас 0 зарядов вообще у ДК Фокуса. Потратил 2 на тени. Ну, с косой проблем зарядов, ну, в зарядах не будет, я думаю. Коса это всегда на Верочку залетает, как правило. И под сейва жесткого нет от косы. Найтмар? Ну, это разве что единственное. Там поймали-то са. Наруны, Нарунки как раз-таки словили его, ну, и под Мистик Флэр без проблем забрали. Бромхендл находит тени. Ну, пока вот опять такие какие-то номинальные киллы находят ребята из No Sorry, да, но при этом Куман фармит. У него все норм. У Додрена тоже все хорошо. В принципе, стало. Манику больно, но у него, конечно, ремнант есть. Ну, тут, видишь, Додрена сразу же Блокинг Бар себе собирает. Понимает прекрасно, что без этого артефакта ему не обойти. Слишком много героев ему оставляет проблем. Да, БКБ тебя не обезопасит от Финсгриппа, не обезопасит от Кул Акса, но это, по крайней мере, обезопасит тебя от Сальниса Скаймага, так как-то Драки, то что, это можно просто пететь, можете говорить. Я раздумал над Юлом. Юл тоже спасает против Эншн Силы. Ну, шторму. Ты берешь просто Юл, у тебя Эншн Сил скидывается, Акса тоже поднимаешь. А потом Прогай так с прямом Юл тебе ходит. Ну, тут уже такое, этот как-то... БЗЗ погибает. Ну, или там, условно, подбегая Тинни тоже прыгается с Рассказа ловит тебя. Эншн Силы. Типа, ну, БКБ более на верочку. БКБ на верочку, да. БКБ, да. В боте Дакафогас продолжает ломать тавер. Первая вышка от имперцев должна сейчас спасть от их рук. Вдруг катапульты, в том числе, которые имеются на бот-линии, которые сейвят, естественно, сейчас Фогас и вся пачка крипов. Блакархангел здесь есть, тавр не будут. Естественно, просто продадут. Вопрос в другом. Манник фармит лес. И о нем должна быть информация. Да, на него пингуют. Додрен также рядом. Но он еще и стаки зафармит. Это не самая приятная история на самом деле. Куман должен хотя бы прогнать его отсюда. Влетает Додрен. А, не вы, заберу, скорее. Не, не отбирают. Мало контроля, мало контроля. О, шторм! О, какая грубая ошибка Додрена! Ну, это да, это было фиалско просто, братан, просто фиаско. Не, ну, понятно, понятно, почему он хотел это сделать, он хотел добить маникой за контролить еще и аркейн, и тогда это был бы полк, но в итоге это... Хрюк, произошел очень сверху. Такое, ну, я не знаю, смотришь за империей в этой карте, вроде, хорошее-хорошее мовы дело, а потом, ну, такие элементарнейшие ошибки, да, но, скажем, не может быть. Размечаю. Даггер почти у Акса. У хорошее. У хорошее. Терриале по этому. Ну, а даггер, это, кстати, очень хорошо, довольно быстро. Глок Архангел. Подставляется, Найтмар пошел, иллюминает тут же, но... Глок Архангелу вообще не больно. ТСА, аху, жжет! Глок Архангел. Глок Архангел. Что вы сделаете, и что вы сделаете? Окей. Сейчас умрете все. Вы заберете Аксона, отдадите двух героев, что они даже не забрали Акса. Это настолько очевидно было, что, ну, это какая-то агония уже начинается от Эгиперии. Не было ни одной причине на бежать, врываться в этого Акса и забирать его. Ощущение, что ребята... Синий выходит, смотри, ты не будешь пошел в наглую, пошел рассказ, но... И не могут, кстати, наказать. Да, те не должны наказывать. Хасан? Найтмар! Изи. Ну, это не спасает его, конечно, но... Было красиво. По крайней мере, стак не дали Некрофосу сделать. Себе дополнить. Да. Ну что, Куман? Эхо Сейбр хочет. Что там у Тини вообще? У Тини тоже Эхо Сейбр близится. Кумана, конечно, чуть-чуть поближе, но... Суть и дело, это не меняет по артефактам примерно в рове. Ну, выйдут, конечно, на скоры. Додрен до сих пор добирается до Блокимбара. Да, не очень понятные два влета получились. А Штарман 0-4-1 пока что бегает мидер команды Империя. Хочет БКБ. Особенно Вакса. Вакса, конечно, залет был вообще непонятно. То есть, если Вембера я могу оправдать тем, хотя бы, что он, ну, хотел сделать крутой, красивый мув, и это бы реально зарешало, то здесь вот этот Блот Вакса это вообще какая-то жесть. Ну, ладно, тысяча голды все равно преимущество остается за Империей, как ни странно. Фармят они чуть получше, так что более-менее. Ну, и самое главное это то, что вышка сверху стоит. А снизу в ушку забрали. Куман. Поэтому. Сейчас будет связочка. Связочка героев. Куман погибает. Реализация Блинка шикарная. Минус Кэрри. Вот. И тут еще есть... Нет, не стакин. Просто тролль вызывает своих. Братюнь. Собственно, да. Несмотря на то, что Куман погибает раз за разом, творство у него очень хорошее. По сравнению с тем же тени. Тени очень сильно по-прежнему отстает. У него шард появится, наверное, начнет нагонять. Но пока тени не смотрятся как жесткий кэрри есть. Ну, тут ты отметил то, что вот они делают какой-то мув. То есть они куда-то выходят, да? На ноусори. Делают какие-то классные мувы. Эмпайр в итоге под это подставляются сами. Но при этом они фармят. Они просто фармят. Адрен фармит лес безостановочно. У него там почти БКБ, в принципе. Остался только рецепт. Куман фармит Линь. Куман фармит Линь плюс тройку. То есть, ну, они продолжают фармить, даже если они погибают. В этом нет никакой, видимо, для них проблемы. Хотя это странно, откровенно говоря. То есть, если ты проиграешь 15-5, наверное, хочется какой-то выход сделать хороший. Попытались в топе, не получилось. Попытались в миде, не получилось. В итоге Маник идет вперед. Маник большой. Мол, не у него имеется. Ну, пока я бы сказал, больше застопорилась игра, так-то понимают, наверное, перца, что немножко дали преимущество. Здесь нужно им избавить пыл, так сказать. Чем, собственно, они занимаются? Снизу реген. Шторму хотят отдать. Не успел аншинсил кинуться, кстати, так могли бы забрать. Эмбер, что-то как-то запоздание вернулся. Я так понимаю, они хотели шторма как раз поймать на этот реген, но чуть-чуть емк не успел аншинсил накинуть. Нормально. Всякое бывает. Так, что там у нас некровоса? Блинкдаггер хочет себе дакофокус. Вот этого я, честно говоря, не ожидал. Просто блинк на не крем. Такое. Ну, это норм... Почему? Нормальное решение. Ну, то есть, тебе нужно максимально быть мобильным, чтобы атаковать, чтобы уходить. То есть, успеть там закинуть косу и так далее. Опять же, всех не спасешь, не факт, что будет рядом Бэйн, и вовремя закинутая коса это может зарешать. Вряд не самый плохой. Опять же, потом это трансформируется, наверное, в силовой блинк и так далее. Не, не самый плохой, не самый. Просто, ну, мне кажется, что есть артефакты поприкольнее на тройку некра в такой ситуации. Нет, он быстро блинка я не вижу здесь вообще никаких претензий, так сказать, к фокусу. Нормальное решение вполне понимает, что ему нужно быть на блинче. Мобильность свою увеличивать. У нас перетяжка есть в лес от команды на Уссоре, но они опоздали немножко, потому что фокус уже ушел. Вся команда, оставшаяся империей снизу, они там сами пушт линию все нормально. Но зато можно вижен расставить, опять же, пофармить лесочек вражеский. Ну и сломать сантрички. Эмбер тоже БКБ хочет, все фармят БКБ, там чего, тоже БКБ. Да, логично, тут слишком игра зависит от Бакенбаров сильно, по крайней мере, у команды. Ну, у Тимом Пайер точно. Хотя, то, что тут кол, Финс Гриб, да и Носори, в принципе, то же самое. Нет, БКБ здесь не панацея, но БКБ, по крайней мере, если он тебя не избавит от контроля, который ты можешь получить, но хотя бы от урона тебя спасет. И с этой точки зрения это факт у нас каждый. На урон, да. А что урона магического очень много. Эмбер. Мид подпушил немножко. Здесь стакнулись, кстати, герои Империи. БКБ появилась у Шторма, поэтому, видимо, хотят какой-то найти пиков, хотя бы пытаться, пока фокус выходит вперед. Немножко подбайчивает на себя. Смоук. Моментально нажимают имперцы. Без Кумана пойдут. Манник, его видели. Манник сразу же улетает, как только увидел, что БЗЗ разревеялся. Вообще не очень понятно, почему БЗЗ идет первым. Вот так получилось. БЗЗ, его поймали на Найтмар, а вот это уже ошибка, пошел хукшот, пытаются клока зафокусить, получается, что-то сделать, но в этот же момент и он падает, неплохо байбек сражек локер, также Бэйн отлетает от косы, ну, байбек на двух саппортов. Красиво сыгранно, опять же, Шторм, как только увидел, что фуллорск оставался с Каймак, сразу же ворвался в драку, фулл фокус в него, по итогу вот такой-то вышел размер коса, залетел от Некро, да, стак он себе заработал, ну, пока первый стак только, но, правда, второго в ультимейта уже. Ну, вот эти стаки косы, они, конечно, сильные, но, мне кажется, оверрейтнуты очень сильные сами стаки с этой косы, потому что они не так много дают тебе, по факту, ближе к середине и концу игры. Ну, возможно, это серьезно. Ну, в целом-то, все равно, механик ультимейта не поменялось. Это да, это да. Ты отправляешь героя в таверну, там, в числе, с половиной хп, любого, и у тебя там есть дополнительный реген, всегда тоже приятно. Раньше, конечно, имба вообще была, когда ты там накидывал время в таверне, или там запрещал делать байбэк, это, конечно, имбой было полнейшим, но сейчас более-менее стабильный используется. О, пластхиров. Зайкок, что-то так. Забрали БЗЗ на ровном месте. Маник с Блэк Архангелом здесь в троечке находится, летит Шторм, ДК ФОВАС также рядом, ну и забирают Дэйна. А есть еще ТСА, кстати, с хукшотом, но не решились, конечно же, на Маник лететь, потому что Ренн всегда присутствует. Контроля не хватит здесь поймать Эмбер, увы. Поэтому не стал тратить этот импультимейт. Но опять же, Империя все грамотно пока делает, там, продолжает куман фармить, спокойно свой Блэк Инг Бар, понимая, что без этого артефакта в драку лучше не соваться. БКБшка появится, возможно, перетянется команде. Это очень часто, кстати, так бывает в командах, по крайней мере, что команда колит, что нужно какой-то файта организовать или что-то сделать, а Корс специально говорит, я вообще без БКБ просто никуда не пойду. Ну, правильно. А какой смысл этих драк умирать? Без Блокинг Бара, я не скажу, что с БКБшка будет там, в драке невоязвим, но шансов погибнуть будет гораздо меньше. Такти не поймали сверху, ФСА хорошо врывается, Тинни. Ну, слушай, тут Тинни сам неплохо раздает, но контроля на него хватает, поэтому Тинни должен погибнуть. Сюда бежит команда. Да ладно, нет, все-таки добивает Тинни. Сюда бежит команда на помощь. Куман врывается со свеженьким Блокинг Баром, пытается забрать Ласхиро. Ласхиро прожимает БКБ, колит на себя Кумана, пытается увести его подальше, но за ним бежать уже не буду. Окей. Куман пожалел БКБ, не стал тратить. Ну, правильно, наверное, сделал. Не был смысла особого. И Маник приобретает себе БКБ. Да, нормально, хороший размин получился в итоге для команды Эмпайр. Забрали они Тинника. По сути, потратив только секунду БКБ на Шторме, но при этом у него уже 7. Ну и Акс при этом потратил БКБ. Да, хороший, хороший выход получился. И тут же в Смоках выходит Ноусори. Ну вот вопрос хотят реализовать, видимо, как-то БКБ именно у Эмбера. У Схира тоже в позиции. Байтят на то, чтобы кто-то подошел отпушить эту пачку, но Маник все-таки решил отпушить. Докафогус прыгает вперед, его ловят. Докафогус. Но это как-то было самонадеяно очень от Некрофоса. Еще и БЗЗ подставляется. БЗЗ, его тоже должны здесь поймать. Эваланч минус потл, даблкил от Манника. Ну, это было странно, конечно. Ну, ладно. Ну, ошибочка. Ошибочка, которая стоит будет Рошанна, судя по всему, Империи, которую собираются забрать, ноусори, они с этим справятся достаточно быстро. Тинни уже шардом, да, урона хватает. Манник тоже скоро Аганим будет. Импер с Аганимом уже довольно серьезный такой соперник, которого сложно довольно поймать, но тут же имперцы не хотят отдавать этого Рошана, тем более, что есть Шторм, который хочет забрать его. ТСА, ТСА в позиции. Блокархангел, все, великолепно контролит, врывается Шторм, но слишком поздно, кол по нему также проходит, он в Блэкенбаре, но его заберут, конечно же, здесь, как и Клокарка, минусует. ТСА, ТСА долг, конечно, будет там бегать, но в этом случае Манник добивает. Боюсь, такими темпами скоро игра может закончиться, я не понимаю вообще империю, что они делают на первой карте, какие-то врывы, непонятные прыжки, ты, понятное дело, что хочешь законтролить Аегис, но ты не летишь без Блэкенбара, то есть, да даже если ты залетишь Блэкенбаре, ты по-любому получишь себе кол в лицо и ты все равно умрешь, это странные мулы, в общем. Сайт, такое ощущение, что империя на этой карте сама себя переиграла. У нас там случайно нету коэффициентиков. Нет вообще, тишина, к сожалению, напоминаю вам про баннер от наших друзей из венлайн по трансляции, переходите к нему и получайте полонус 2000 рублей на свой депозит. Там есть начало к сухарике, но я не думаю, что это интересно людям на нашей трансляции. Начало к сухарике сегодня будут позже, по-моему, играть, как раз последний матч. 21.00, у них старт, запланированная игра. Так, смоук от имперцев. БКБ готово. Ну вот теперь имперцы должны как бы показать, что они умеют. Манник. Манник в позиции, разревелил смоук. ТСА еще и поймал. ТСА сам врывается на хукшоте. ДК фокус так же прыгает, но не успевает. Лас Хиро на косу подцепить и нету никакого дэмджа. Куман раскистовал арену. Неплохо, довольно забрали БЗЗ. Пыдают забрать ТСА. Получается это сделать. Куман, Куман в финсгрипе, но быстро довольно финсгрипе. Додрен великолепно. Манник, Манник также страдает. Манник под косой погибает. Шут бьет этого ДК фокуса. ДК фокус пытается убежать отсюда. Блинк дайгер и все. Уходит ДК фокус. Пытается еще развернуться. Ничего вообще не боится. Некровус. Ну, два в два разменялись. При этом потратили вообще все. БКБшки все нажали. Не, ну разве их хорошие? Опять же, отыграли деньги. Самое главное то, что обезопасили себя от пуша ноусори. Ноусори не пойдут вышки ломать какое-то время, по крайней мере, пока Эмбер не появится из таверны. Поэтому здесь еще и время, самое главное, выиграно, пофармить, которые могут коры. К тому же, башарочек себе потихонечку куман собирается приобретать. Поэтому молодцы имперцы. Я хоть все поругаю, но они периодически реально хорошую муну делают. Да, хорошая драка получилась. Очень круто Дедренс бил Финс Грипп сразу же, который раскистал у нас Блэк Архангел в кумана. Все получилось просто прекрасно. Хотя там и так, на самом деле, Ласхир был в непозиции. Шут бить нормально не может, потому что у него БКБ тоже нет, и он в арене не может бить нормально. То есть, это, конечно, очень сильно влияет на драки команды Ноусори. Ну, имперцы что? Хочется 18-й, наверное, на Шторм Спирити. Хочется Аганим, кстати, отличный артефакт вообще здесь лишь Торма. Очень сильный Аганим. Да, жить бы до него. Я думаю, это живет. Что поделать-то? Правда, шут пушит Тир-2 выше. Наверх перетяжка. Есть, ноускат. Сканат, ноусори, они прекрасно знают, они готовы, судя по всему, Ласхиро занял позицию. Нет, чтобы не стал врываться, потому что могу получить и колы. Финс Грипп залетел бы, поэтому решил до Дрэна ступить. Правильно, правильно. Ласхиро подставляется, ТСА будет врываться, скорее всего. БКБ же успевает нажать Ласхиро. Врывается в Йонда, Йонда, очень больно Йонда, Йонда погибает, дальше еще и забрали Блэк Архангела, можно цеплять, попытаться Маника, у него есть, в принципе, один ремнут, и БКБ еще, к тому же, шуты сбивают, у нас очень сильно ТСА пытается ворваться, Ласхиро, но тут же сбиваются ему батареечками, и в итоге шут погибает один раз, ну и второй раз, скорее всего, тоже никуда он отсюда не уйдет, по идее, БКБ нету, да, ну и, естественно, это минус тень, еще и с косы улетает, прекрасная драка, Додрен пытается Маника догнать, но тут БКБ, два заряда ремнутов, ну тут догнать, конечно, очень тяжело, цепляют на вортекс, да ладно, окей, он не нажал БКБ, минус 5 от команды, Империя, ну и инстаграм, а почему не нажал, а почему не нажал, ну, ну, бывает, что-то сказать, ну, ладно, просто не 2 ремнута было, нажал бы, ушел бы, в любом случае, да, неприятно тратить за ряд БКБ, но этот Тимвал, вайп, который вам будет сейчас стоить, еще двух ушек, возможно, ээээ, ладно, это камбэк империя, полноценная нас уже, не вырывайся даже вперед, Паша уже готов, в скаде будет, не за горами для Кумана, вот, уважение огромного за, слушают ССА, опять же, в очередной раз, отлично отыгрывали на Клокверке, я думаю, что в следующей карте, наверное, это будет один из забаненных героев, потому что он очень жесткий контрит того же Бэйна по игре, не дает им вообще нормально раскастоваться, то есть там Бэйн дал ультимейт, ему металлитмейт, и вот Аганим готов, кстати, шторма. Бэйн и Акс, к тому же, то, что Акс не может нормально ворваться под Клокверком, там постоянно батарейки, которые развивают ему кол, это тоже очень печальная история, для Ласт Хиро в этой игре. Ну что, ноу-сори, шут, как там вообще себя чувствует, пока БКБ нет, вот, наверное, это один из моментов, в котором, в котором больше всего сейчас страдает команда ноу-сори, потому что БКБ нет на тине, и он не может даже нормально, ну, драться с своими тиммейтами, у которых есть как раз Блокимбара, это Има, Николас Хиро, нужно ему, конечно, этот слот нафармить как можно быстрее, а это тяжело сделать, тем более, что очень сильно поджимает по некоторым зонам, на самом деле, команду ноу-сори, ребята из Империи, Додрэм постоянно контролирует лес, не дают фармить лес Тине, и у Тине остается, по сути, только тройка, и вот лесоппонента они заняли, но там слишком тесно, и Уаст Хиро хочет фармить, жадный герой довольно Акс, и Маник, естественно, тоже, но Маник хотя бы на отпушках может работать вот так вот, как он сейчас делает, правда, не, здесь не отлететь бы на самом деле, кумб прыгает, ну, там БКБ в любом случае, он улетит, как бы, ему бояться особо нечего, ну, размерен-то в раме, да, наверное, вышку-то заберут, там вышка буквально на один удар, сверху перетяжка, ей штору полетел, кого поймали? Поймали скаймага, хукшот, грамотно все делают, дадрен, ему вернулся, чтобы нормально ворвался, тса, здесь красиво, красиво собирали, акуман даже не бы снизу забрать, а он как раз ее доберет, забирают вы, скрипчики, клет, ну, клиф, на самом деле, куман все еще здесь, куман все еще здесь, куман, ай-яй-яй, как бы за наглость, это не наказали кумана, не раскастует ничего, минус БКБ, ну, блин, ну, ну, что тебе мешало, что он мешал это сделать две минуты назад, или минуту назад до перетяжки наверх, ну, это что? Врывается в любом случае шторм, маника, есть рядом некропос, коса, слип, спасается маник и убегает отсюда, хукшот по-двоему неплохой на самом деле, но под БКБ шут, нужно разбегаться, конечно же, команде империя, ТСА уходит пока что, маник встретил его все-таки, забирают ТСА, ну, насколько выгодным оказался этот врыв, честно говоря? Кого? Шторман. Не на сколько, очевидно. Ну, то есть, и зачем врываться, когда у тебя кэри в таверне мэйн сидит? На что вы рассчитываете, когда вся команда врага рядышком, вы в меньшинстве, у них есть блокинг-бары, и ты инициируешь драку. Хотели за косу, видимо, маника забрать, но немножко не получилось. Классно. Да. Не повезло, что сказать. Топ очень сильно пушится, но, носсори, сейчас придет шут, это все дело отпушивать, конечно же, Т1 тавер стоит все еще в топе, кстати, и в боте. Ну, команд на 31-й минуте хотелось бы, наверное, все-таки вышки снести, потому что немного они решают, да, если условный Рошан, какие-то тройки занимать, вот эти вышки Т1, они довольно важны, поэтому странно, что команды на них мало обращают такого внимания. Не, ну, ссори, обязательно нужно забрать вышку сверху, забрать Аванпост, чтобы им проще было Рошана законтролить. Ну, и да, вышка сверху, Аванпост, конечно же, это вообще идеально, когда у тебя вышка стоит, твоя Т1, и при этом ты еще и забрал Т2, Аванпост. Это, конечно, это понятное дело. Что там ДК Фогас? У него, кстати, Лотус Орб, Худ, ну, вот это вот как раз те артефакты, которые я говорил до Даггера, но он сделал их после Даггера. Рефрешер у Акса. Ну, типичный изотар на тройку сейчас на самом деле в Рыватора, то есть Марсы у нас собирают БКБ, Даггер, Рефрешер, и Акс, в принципе, занимается тем же самым. Рошан через минуту. Вот этот Рошан, на самом деле, довольно важный для одной и для другой команды, потому что Шторм очень хочет Аэгис, я думаю. Да либо Куман тоже, почему нет. Ну, главное не врываться в Рошпит, как в прошлый раз. Это да. Нет, ну там чуть-чуть не хватило, на самом деле, забрать свой офис. Чуть-чуть, не чуть-чуть, но получилось, конечно, жиденько, я бы сказал. Так, агоним здесь, я так понимаю, или Манта ставил будет? А, Скаде. Скаде сначала, а потом Манта. Да, Скаде готова. Агоним, кстати, тоже неплохой вариант для МК в этой игре. Интересно, почему именно Агоним? Ну, как бы, урона больше гораздо будет, можно соло делать фраги, запрыгивать спину там и так далее. Ну, это да, это я согласен, просто в целом-то есть еще другие артефакты, которые тоже хочется забрать. Ну, и к тому, что урона у него уже прилично, он себе собирается вот Манта стоял собрать, причем довольно поздно, после Блокинг Бара. Интересное решение, вот я к чему, обычно его в приоритете собирают, да, в обратном порядке. Ну, 6 секунд до появления следующего Рошана. Выстрелились команды, ноу-сори рядом, имперцы также на месте, имперцы пока в позиции чуть-чуть получше, на самом деле, они в любом случае на хайграунде. Смоук приходится нажимать ноу-сори, ненавижу, не это сделали хотя бы. И что, потоп? А, видимо будут ловить героя, который будет отпушивать эту пачку, но пачку пока никто не хочет, вот только сейчас Куман туда перемещается, но под ним вся команда, под ним вся команда и прыгать к нему, это, конечно, такое себе дело, особенно когда есть Додрен, вот в Додрен обопрыгнуть это было бы довольно неплохо, при этом прыгают ДК Фокуса, ДК Фокус, Форстафон спасает, ТСА по троим, и тут же Додрен стягивает трех героев, Пинсгрип его ловит неплохо, но Куман распыставал уже арену, нельзя драться под арену, ни в коем случае, Блокархангилу очень больно, Муанник улетает на всех ремнаток, пытается забрать хоть кого-то, ТСА погиб, Фокус также отлетает, байбекается у нас Бейн, байбекается, еще и ТСА улетает, Додрен отсюда, Куман, Куман остался один, кол пошел, Манник также сейчас прилетит, скорее всего, он ремнат оставил буквально здесь, Додрен на месте, ТСА, ТСА, под Баттлхангером врывается Шут, забирает Кумана, Додрен на разворотике, но Додрен очень мало маны, понятное дело, еще и закинул Йонда туда, в Додрен у вас с Хиру, и Шут, ну и должны забирать еще и Штарман, минус 5 от команды Нолсори. Легчайшая драка для Нолсори, несмотря на все потуги и попытки, элементарно зарешало то, что просто нет Сантричка, на подходах он, точнее был поставлен, но уже после постфактум, когда ворвались на вас, то есть зашел Тинни, спокойно, в инвизии дал фул вижен, спокойно ворвался Акс, закуливал на себя, выбегаем из арены, арена заканчивается, на развороте нападаем, и выигрываем драка. Ну что ж, плюс Рошан, плюс Шарт, Шарт кому отдали, дали видимо, Эмберкум, Шарт тоже довольно сильный, кстати. Не, не, Эмберу не отдавали, у Эмбера спорта. Или это у нее свой, свой, а кому отдали? Пока... У Тинни просто тоже есть, а, все, вижу, да, ну, кому можно отдать, например, Аксу, как вариант, Акс тоже есть, но Акса тоже есть, да что, чтобы... Скаймаг, Скаймаг, отличный, отличный Шарт у Скаймага, кстати. Для Скаймага. Очень крутой Шарт, на самом деле, мне кажется, супер такой, недооцененный предмет, как по мне, потому что классно он работает на таком Скаймаге, который постоянно, какой-то активный, активный, нажимает способности, как раз любой практически Скаймаг, так что, не знаю, вот мне кажется, что Скайю здесь отдать самое то. Ну, Бэйн, это вообще, это один из самых бесполезных Шарт, в принципе. Так что, да, да, Скай, действительно Скай. Ладно, давайте смотреть, ты один сносит шут, ну, пошел работать по зданию, и те непонятно, делать демонтан. Ну, сейчас уже очень жестко, конечно, здание разваливает, учитывая ее Networks, артефакты, как бы, да, вышки и бараки стоять будут недолго. Не хватает какого-то бафа дополнительного. Он хочет овервелминга, я бы вот задумался над свистблинком, наоборот, то есть ты быстрее сночешь здание с свистблинком, чем с овервелмингом. Ну, ему виднее. Это да, не, так, приветики, ТСА, до свидания. Так, это еще не конец, возможно, могут Дакафогоса поймать, убегает, он далеко, нет, не хватило здесь контроля, перехватить его, окей. Да, и пауза, и пауза. Тык, что у нас у Шторма вообще? Терриал, Аганим. На самом деле, вот, изначально, какой был раздрафт у команды Empire? У них был Шторм и Коттл, то есть, вот эта связка героев, которая, по идее, должна очень круто как-то работать, но пока она, что-то как-то вот, именно этой связки, ну, наблюдается супермало. Я это очень часто замечаю, что команды пикают себе Коттла плюс Шторма, и оно вроде иногда срабатывает, но очень-очень редко. То есть, в основном, больше вот работают всякие там, SkyMak плюс Axe, да, условно, это крутая связка. Она в любом случае вносит дэмэдж, она пиковает, она дерется, все, что, все, что хочешь вообще. Ну, там, или любой другой оффлейнер, тройка, СК, не знаю, Марс, все, что угодно. Какой-то с контролем. Коттл плюс Шторм, не особо понятно до сих пор. Как-то должно выглядеть в 100% своей реализации. Ну, и он диски приходится приобретать. И БЗЗ хочет себе Айон, и Шторм, я думаю, Некрофос, да, Некрофос тоже Айон диск. Ну, слишком много берст урона, и контроля, за который тебя успеют забрать. Айон диск тебе это позволит пережить хоть как-то. Поэтому выбора себя полностью оправдывай здесь. Это да. Опять какие-то проблемы у Кумана мы видим. Снова дисконнект, и снова приходится его ждать. Да. Грустно. Да. А что, прошлая карта затянулась, опять же, за счет того, что паузы почти там фулл-тайм вышел. На 20 минут с лишним она была дольше. Что это затягивается? И это, скорее всего, затягивается серией еще надолго, потому что далеко не факт, что на второй карте нормально все будет, и мы можем реально с тобой подзадержаться сегодня на этой серии. Вполне. Ну, а что, почему бы нет? Надолго, надолго. Сегодня у нас что, пятница? Нет, суббота уже. Уже суббота сегодня, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, когда ориентируешься только в числах, в основном, недели уже не так важны. Становится. Резко. А тем более, когда переигровки скоро. А переигровки на самом деле могут быть, если на Уссоре сейчас возьмут опять же себе две карты, условно, ну, там, или 2-1 выиграть, неважно, у нас точно будет переигровка в группе B. Как там вообще дела обстоят у нас в параллельном противостоянии? Честно, не особо знаю. Не хотел бы прикасаться, как говорится, к этому даже трехметровой палкой. А я, пожалуй, прикоснусь, посмотрим, что там. Там суперравная игра на 30-й минуте. Монако Гамбит против Рунытерс в параллельном матче. Ну, так тут, конечно, тоже веселуха. В принципе, на этой карте, конечно, аутов для Империи остается все меньше и меньше, честно говоря, потому что Тини становится еще больше, больше и больше, и он скоро сможет еще и варенье вообще тебя бить. А вот это уже совсем будет не круто, когда Тини условно там будет тебя варенье дамажить даже неплохо. Ну, я бы не исключал, я бы не списывался еще на 100% Империя с счетов, но шансов очень много. Сейчас он уссорим, буквально на драку с Айгисом выиграть. Да, да, да. И все, они закончат эту карту. Не, конечно, я о чем говорю, что шансы-то у Империи действительно есть, это понятное дело. Всегда нельзя исключать, опять же, то, что у Додрена имеется Аганим, и вот этот шторм с Аганимом он иногда делает просто невероятные вещи в любом случае. Особенно, когда у него появится 25, и уууу, вообще красота будет. Там, дэмэджи до Додрена будет выписывать невероятное количество. Но до этого еще нужно дожить, действительно, а когда у тебя Тини с Айгисом, Муншардом, Сильвереджем и почти Блинком апнутым, и еще и к тому же бьет тебе здание довольно неплохо, я слышал. Это тяжело. Может просто найти какое-нибудь условное ДД, зайти к тебе на хайграунд и за 4 тычки разбить тебе Т3 Тавр. Ну и сколько там, 5-6 тычек где-то нужно такому Тиннику. Может быть и не только Т3 Тавр, может быть тебе еще лицо разобьет Тинни, кто знает, всякое может случиться. Да, да, бывают такие эпизоды тоже. Манник тоже очень запакованный, хотя у него слотов-то немного на самом деле, то есть у него в принципе-то Аганим, Бакабейн и Молнии. Но при этом, при этом он доберет себе рефрешер, он будет уже очень сильный, а сейчас он просто вносит нереальное количество дэмэджа за счет ремнантов, за счет копий. Ну еще и шарт имеется, кстати. Шарт очень тоже неплохо там может подамажить, если ремнант долго стоит. Ну ждем пока Куман вернется в любом случае в игру, что нам еще остается. Матери видимо отходил тоже такой, говорит, гоу, ребят. Да, 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 рофлеры, рофлеры эти, но ссорик. Акс, как бы, бывает. Акс что себе хочет? Я вот смотрю, у него есть Виталити Бустер. Если что-то несет или нет. Сатаник, ой, Тараску, возможно, Сатаник, господи. Тараску? Ну как вариант. Аганим, наверное, все-таки хочется побольше. Аганим очень крутой на Аксе, в таком запаке. Акс очень бронированный тоже у него. Все-таки 6 стаков, это не так много, ну, то есть, это не какое-то невероятное количество, да, но тоже ничего себе. 5 минут осталось у имперцев, но вроде вот Куман присоединяется, и, соответственно, игра, скорее всего, продолжится в ближайшее время. Да хотелось бы уже, как говорится, увидеть исход этой карты. И так игра, карта подзатянулась. Ну, слава богу, пауза отжимается. Сейчас мы узнаем. Куман? Будет ли камбэк или игра закончится? 25-й очень хочет еще Додрен, я думаю, себе на шторме, но как его получить, пока тоже не особо понятно, потому что с 25-м там в 2 раза больше дэмэджи выносит. Тот же самый шторм. А сейчас шторм это просто контроль. Это просто контроль. Куман немножко подпушил бот. Ну, опять же, это правильно, потому что один внешний тавер остался, в принципе, у имперцев. Ласт Хира почти дошел до Аганима. Что там у Йонда? Йонд тоже Аганим практически. О, кстати, Аганим на Скай Маги тоже такая довольно прикольная тема. Ну, тут уже игра на самом деле переваливает на такую стадию, когда может себе и Скай Маг позволить Аганим собрать. Я думаю, что там, может быть, и Бэнь когда-нибудь себе там соберет тоже какой-нибудь Аганим. Потому что игра затягивается, затягивается жестко. И далеко не факт, что в ближайшее время она закончится. Но, а с другой стороны, может закончиться так же очень быстро. Стоит буквально на уссоре там выиграть одну драгу. Потому что ломают они строение, повторюсь, очень быстро. Блэк Архангел в позиции, в крутой. На самом деле хочет, видимо, как-то Шторма поймать. Блэк Архангел очень часто так играет. Он покупает себе Шедо Амулет, просто где-то стоит. Я помню, несколько раз там забирал 10 миллионов Курьеров, 10 миллионов Баунти. Додрен, врывается. Блэк Архангел, Финсгрип пошел, сюда прилетает Манник, и они должны забирать этого Шторма. Какой красавчик этот Блэк Архангел, а. И все силы можно перебрасывать к Миду и попутно заходить на Хэгэл Амэй Т3, потому что они должны понимать, что там Байбэка нет. Ну, или пытаться разводить на Байбэк, как минимум. Тиний. Докавого Солоша. Опа. Фукшот. Тут пока спасают, но ТСАА-то у него есть Форстав? Да, есть Форстав. Форсается и уходит. Да, опасно. Опасно играть против Носсори, конечно, в таких, в таких играх, когда уже заходит все в стадии лейта. Слишком они вот круто отыгрывают по макро, на самом деле, в некоторых моментах. То есть, стоят в тех позициях, в которых нужно. Отпушивают определенные линии, которые нужно. Ну и заходят на хайграунд, когда это тоже нужно. Когда есть Аэгис, БКБ у Тини, все готово. Маник не подвязал БЗЗ. При этом шут опять же с Аэгисом. Глиф нажимает на пачку, я так понимаю, ребята. У Сласхира не решился прыгать в него. Прыгать в БЗЗ. Побоялись. Да, Даггер, когда еще был. Ну ладно. А это позволит в любом случае продержаться еще империя. На этой карте. Но преимущество уже такое солидное. 15 тысяч. Шторм появится через 20 секунд. Ну, сори, решили не торопить события, не ломиться на хг. Ну ладно. Угу. Нет, нет, нет. Да. Посмотрим еще за это удивительной карты. Не знаю, минуточек 25. Минуточек 25 именно. Ну да. Ну, сейчас смотри, нужно дождаться следующего Рошана. Драться-то не хочешь. Теперь нужно рефрешер дофармить. После рефрешера надо дофармить на эмбрии байбэк на всякий случай. Ну а вдруг что-то пойдет не так. Так же и с другой стороны. Нужно байбэки оставлять, дофармливать, что-то и прочее. Драться мы не хотим. Будем бегать по картам сплит-пуши до бесконечности, пока не появится следующий Рошан. И будем драться только за него. А взять ДД на тине и просто пойти сломать все? Это не про них. Окей. О, окей. БЗЗ отпушивает нит. Против БЗЗ, конечно, еще на котле тяжеловато. Он постоянно отпушивает элиминейтом. Надо как-то пиковнуть. А как пиковнуть-то? Не получится. Этого котла просто так поймать. Ну и разве что залететь под Т3 просто на тине. Опять же, тоже такое. Шут. Ждет Рошана. Хочет Рошана. Рошана еще очень-очень долго. Поэтому приходится заниматься чем-то другим. Да, игра стопнулась. Игра очень сильно стопнулась на самом деле. Вот, кроме Килана до Дрэния, в принципе, за последние 5 минут практически ничего не было. Ну и говоришь, ждем Рошана следующего. Там скорее все будет. Или под него, перед ним. Ибо же уже непосредственно в самом Рошане были драк очередная бабочка появилась. Возможно, сейчас поможет как-то это жить. Вот как раз когда мы с тобой обсуждали Аганим, я как раз думал про артефакт, который поинтереснее. Думаю, бабочка, Эбис, что-то такое. То есть, и вот бабочка действительно прикольнее смотрится здесь. Против Тини особенно Смоук. И ответный. Моментальный. Вот команд. Аганим появился у Скаймага. Ласхиро идет вперед. Ласхиро идет первый. БЗЗ нашел. БЗЗ нашел. Неплохо, но БЗЗ опять же должен быть байбэк. По идее. Да, БЗЗ минус. Сразу же байбэк влетает Шут. Много дэмэджа. Хукшот пошел. Арена. Огромная арена. Шут в ней стоит. И придется драться. Скорее всего, там еще и в Коге закрыл. Да, Дрен влетает в двух. Очень неплохо. Закрывает. Пытается Йонда. Йонда спасается. Йонда спасается до конца. Все-таки Дрен его добивает. Ласхиро не успел его подцепить. И в этот момент Блэк Архангелс стоит в Инвизе. И его, естественно, также забирают. БЗЗ байбэкнулся, но при этом забрали двух саппортов, опять же. И, ну, еще и погиб нас Клокер. То есть, по сути, только саппорты нас погибали. А вот дальше Ласхиро в него прыгнул ДК Фокус. Опасно. Хорошая драка. Сейчас драка закончится. Отдельного ой-ой-ой-ой-ой-ой врывается Ласхиро, колет на себя. Вот Эмбер здесь пытается зафокусить всеми силами просто штурм спирита. Но Дрен она не забрать так просто. Сейчас ВКБ закончится. Еще неизвестно, кто еще пострадает больше. Кассан залетает отлично. Ласхиро в инвизи, но есть просветка. Пытается убежать. Его не отпустит никто. Это будет еще один минус. Жесть. И очередной камбэк. Качели продолжается. Вот это первая карта. Вот это я понимаю. Да, это нормально, да. Это было очень. Говорил про 25 минут. Вот, как бы, еще 20 ждем. Да, Т5 артефактов. Вот это вот все. Нормально. Там Рошан следующий появится достаточно быстро. 40 секунд осталось, да? За него обязательно нужно подраться. Шут не может бить. Шут не может бить МК. Вот это вот основная проблема. То есть он не может драться варенье нормально до сих пор. И он при этом не может забить МК, потому что у него бабочка. Это вот, конечно, печаль, беда. Муаник, БКБ сразу нажимает, понимает, что в ДК фокус. Если в него прыгнулось слишком. Классно. Вообще, БКБ это сейчас прожатое стоит с той стороны. Нет? Ну, нет. Ну, пока нет. Там пачка крипов идет. Бэкдорочка пошел. Маник. Шут влетает! Да ладно! Пытаются Кумана зафокусить, но тут же Блокимбар, и Куман живет до конца. Прорывается Ласт Хирос. Байбека пытаются забрать как-то этого Кумана. Куман все еще живет. Куман все это дело переживает, и до сих пор он живет. Но все-таки только сейчас погиб, и остаются в итоге ребята из Империи абсолютно неодинешенькие. Маник пытается отогнать еще кого-то. По БЗЗ птичка летит. БЗЗ не подцепил Маник. Дальше пытается цепануть от кого-то. Прыгает на ремном. Тем временем забирают ДК фокуса. ДК фокус там точно отлетает. А Котл, ну и Котл здесь без Байбека также забирают его качели. Но это уже не качели, это расслабленность Империи. Не знаю, не поверили в свою неуязвимость раньше срока. Это очередной Рошан, это уже третий, да, Квелл. Это уже репрешер. Кого-то из Носсори. Самое печальное то, что нет Байбеков у Имперцев. И они контестить Рошана никак не смогут уже. Там Ласкиров сразу отправляется наверху отпушить просто линию, чтобы линия не запушилась в сторону Носсори. И сразу, чтобы с трех сторон зайти. Перепуты подошли максимально близко к базе. Ну что ж, ситуация из более-менее... Ну, у него Аегис есть. Из более-менее играбельной превратился опять в плачевную. Все еще не катастрофическое, все еще на ХГ на свое могут Имперцы дать бой. И опять же ошибиться могут также их оппоненты. Ты. Но, не знаю, честно, эта карта я уже не знаю, что от нее ожидать. Количество хороших и плохих мувов зашкаливает. И отехают другие. Заберут, наверное, не Глиф. Ильф нажимают. Дрем. Полетел там отпушил топ. Не поймали его. ТСА. ТСА. Да отойти надо. Маник за ним прыгает. Но у ТСА байбэк есть. У ТСА есть байбэк. Так что ничего супер критичного нет. Ломает здание, продолжает шут. Маник также этим занимается. МК вышел. Но без Некрофоса опасно. На самом деле, Додрен пытается отпушить пачку. Да, отпушивает. Следующую, а там ката. Неприятная история, конечно. Каты-то едут. С другой стороны. Не, мита, мита тоже никак не спасет, увы. К сожалению, для Шторма Спирита нужно дождаться появления всех героев и нужно организовать нормальное нападение самим. Или, не знаю, попытку обороны. Потому что пока это попытки все... Тщетно. Ой. Тиня собирает себе МКБ или что это? МКБ, МКБ должно быть. Да, МКБ, потому что... Ну, опять же, вот он просто по МК бить не может. Это основная проблема, которая есть у Тиня в этой игре. Блин, Эмбер, конечно, там с двумя рефрешерами. Просто нереальное количество может копий там наставить. И Аркейн еще. Что же это такое-то? Жесть. Так, выходит Имперция. Немножко далековато. Но, опять же, понятно, что... Имперция тоже сейчас не должны супер бояться, потому что нету байбеков на самом деле у Ласт Хира, нет байбека у Блэк Архангела, и нету байбека у Тиня. То есть даже если вдруг Тиня как-то подставится под арену, его заберут один раз, то второй раз его забрать будет очень-очень просто. Основная проблема скорее в манике и в саппортах. Вот если в саппортов залететь, очень классно. И Дэдрен сможет это сделать. Тогда уже игра может строиться немножко по-другому маршруту. Айон Диск есть у Шторма, тем более. Может вообще ничего не бояться. На комнатах хочет Эбисол, и у него свели Курьера, кстати. Видимо, с этим самым Эбисолом. Не стучено. Не особо. Ну, он, наверное, на байбек будет оставлять в любом случае у него хватает, но я не уверен, что у него Эбисол был готов. Возможно, и был готов, окей. Не берусь. Брать или давать какую-нибудь информацию к этому поводу. Потому что Курьер я видел, но прокликать не успел, он уже погиб. Блэк Архангел опять в позиции. Они сейчас пройдут через Блэк Архангела. Нет, он выходит тут. Выходит так аккуратненько, в амулетике стоит. Но имперцы при этом не боятся. Выходят в смоке в тройку. Тут никого не обнаружили. Блэк Архангел отошел. Маник. Опасно это было. Увидели Маник на крипах. Врывается Додрен. Додрен. И уходит, потому что у него есть гем. Пытается найти Блэк Архангела. Блэк Архангел. Кстати, он Казбил с дерева. Ну да, Блэк Архангела здесь заберут. Он никуда не ленится. С косы даже. Ну, заряд. Опять же не лишнее будет. Ну, судя по всему, Айгис не успеет реализовать свой сейчас. Ну, сори. Мы чили ждем. Рошана, помнится. Возвращаемся к моей фразе про 25 минуточек. Минуточек 15 назад. Так что да. Не, я кстати запомнил. На 65-й мы должны закончить по твоему курсу. Да, ну мы идем потихонечку. Мы готов. Эбисол готов. Это плюс контроль. Это хорошо. Это можно зафиксировать кого-то. Варенье, тени дать выбежать. Там, поймать того же Эмбера. До любого героя. То есть, классный артефакт. Ну, что ж. Сколько там до выпадения Айгиса? Еще 40 секунд. Не так уж и много. Вряд ли за это время, чтобы успеть на уссоре сделать полезной. Разве что. Только не соберусь. Сейчас не разобьет смог. И не попробуют. Не попробую. Напасть сами под выпадение его. Ну, я сомневаюсь, что это будет сделано. Есть информация, кстати, про то, что у нас там в параллельном матче. У нас в Монако Гамбит обыграли на первую картиру Метерс. Круто. Так что... У нас, кстати, приближается. Информация для ребят с нашей трансляции. Про баннер от наших друзей из Винлайн. По трансляции кликайте по нему и получайте бонус 2000 рублей на свой депозит. Потому что коэффициентов, к сожалению, нет на эту карту пока. 50-ая минута. Маник уже с Глейбниром. Тоже хороший слад. Кстати. Вот Блэк Архангелу не мешало бы все-таки Аганим действительно какой-то приобрести. Но, понятно, что здесь Бэйну очень-очень далеко до этого Аганима. 700 голды у него в запаке. Даггер, Форстов есть. Это самое главное. Зажались на базе. Но, сори. Выходить опасно, выходить страшно. Ну, а имперцы, естественно, тоже пойти куда же сейчас в данный момент не могут. Аркейн нашел шторм. И Смок. Вот он, Смок от имперцев. Все-таки попытаются еще какую-то территорию отнять. Но они хотят навязать драку перед Рошаном в следующем. Опять же. Там один вишка стоит. Где? Надо бы забрать. Хорошая дата. Кстати, да. Это правда. Я думал, что ее нет. Я ее не заметил сам. Чего тебе? Я думал, что ее уже давно нет. Ну, ладно. 20 тысяч на такой минуте. Это уже не сказать, что огромное преимущество. Все это мелочи. То есть... Такое. Там скоро накапают все байбеки. Для ребят из No Sorry. Мы видим, что Бэйну совсем немного не хватает. У Акса таймер сейчас закончится. Шторм вниз полетел. Просто отпушит. Ну, сейчас байбеков дождемся. Я про No Sorry. И пойдем в очередную драку. Таймер закончится. Ну, да. Это все правда действительно. По таймеру будем играть просто от Рошана. Да, там Лекс немножко обманул. В итоге Рунэтерс выиграли первую карту. Так, так что вот это уже, вот это уже интересно. Если Рунэтерс обыгрывает, там переигрывальщик может и не быть вообще. Маник подцепили его. Маник, ну нету контроля же. Нету Хикса, нету ничего. Ну, хукшот познават. И даже за хукшотом не забирали, а докафокус докафокус здесь миди. Так, пошел экшен, экшен, экшен. И все, экшен закончился. Отлично. Ну как? Ну как? Как теперь есть? Вот сейчас вот только накапает Йонду. У Йонды не хватает пока что. Ну все, поехали. Драка, наконец-то. Все. Битва. Битва за Рошана, которого еще нет, но она уже началась. Предварительно я бы сказал битва. И в миде встречаются обе команды тени в позиции Фогаса видят. Фогаса видят. Хубан спалил все дело. И сразу же фокус Архангела, но если не удалось его забрать, шторм это время расправляется с Йонды, должен добивать его. О, фокусит пока что Кумана, но Кумана не бьет никто. Куман пока что живет. Куману больно, Куман погибает. Это просто жесть. И еще отлетает Додрен, также байбекается сразу же. Прилетает сюда. Додрен, где он там? Додрен летит, летит, летит. Куман также здесь на месте. Нужно бежать. Команде... Очень больно Ласхиро, но и Ласхиро здесь никуда не убежит, скорее всего. Минус 4 по итогу от команды Импайр, но при этом потратили 2 байбека на корах. И 120 секунд без акса. Не, ну придется, скорее всего, байбекаться. Без вариантов. Не, ну если из Рошана хотят бороться, то придется, потому что там Рошан 4. Там все пауэрапы есть. Там Аганим, Рефрэшер, Сыр, Аегис. А Манки Кинг, я уверен, Аганим Халя на себе очень хочет забрать. Прямо сейчас уже, говорит, дайте мне, ребят. Са с Аганимом. Теперь будет проще немножко ловить этого Маника, если он его найдет. Ууу, да, драка, конечно, получилась очень мемная. Но по итогу вышло в некоторый плюс для имперцев. Хотя, с другой стороны, ну байбеки какие сейчас потратят. Но, сори, это тоже нужно понять. Так, 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 лутаемся, парни. Аганим забирать себе Куман, да. Хорошо. Ну и все, поехали. Теперь мы идем, ломаем вышки. Сверху сломать нужно Т2 обязательно. Вот, байбеки делать, но, сори, понятное дело, не хотят. Они хотят только делать байбеки, если еще придется дефать только Т3. Я думаю, не дойдется. Придется, возможно, нажимать, потому что глиф это, конечно, классно, но это... Этого может не хватить. Заходит просто Манки Кинг и палкой начинает месить Т3, и Т3 падает. Маник там все временем подрезал Курьера. Шторм? Минус БКБ. Минус БКБ у Маник. Там рефрешер есть, нормально все, да. А в это время Т3 упала. Начинает падать бараки. Багдор пока что отрабатывает. Но даже сквозь Багдор, ну все, Багдор уже, видимо, не работает. Крипы подошли, да. Так, подцепили блокахангел. Что ты еще один не попадает? Куман далеко. Куман далеко. Куман больно, Куман живет. Дракофогас погибает, и Куман тоже погибнет. Скорее всего, первый раз. Нет, нажимает БКБ, живет. Пытается Блакархангел разбить. Получается это сделать Манник. Манник раскистовал арену Куман. Манник пытается с ним драться. Манник, Куман. Все-таки Манник выигрывает эту дуэль. Байбекется в этот момент Блакархангел. Куман сейчас может погибнуть просто без Байбека влетает. Додрен пытается хавата зафоксить. Шут, шут, здесь, шут. Еще подбрасывает Кумана. Куман погибает без Байбека. Додрен пытается просто улететь, но на Финсгрив его воет. В последний момент все-таки Блакархангел. И это минус Додрен без Байбека. Что? Вообще, почему туда залетел Завур? Я не то, чтобы большой эксперт в доте. Я обладаю, там, не знаю, опытом соревновательных игр и так далее. Но нажимать Блэкинг Бар ультимейт за 2 секунды до смерти, я слышал не лучшие идеи, когда у тебя есть Айкес. Либо ты нажимаешь это все вначале, когда он тебя врывается, либо уже после воскрешения. Очень странное решение было от Кумана. Ну и шо, сейчас все сломает просто. Да? Просто все сломает. Байбек у него, байбеков нет, как бы, просто один в трон. Бегет. Ну ладно, надеюсь, минуточки я ошибся, но примерно был близок. При диктах. Бзз, у него сразу же влетают, Маник цепляет Дека Фокуса, есть Аганима, Некрофоса, но это слишком поздно, они здесь прокают, пытаются, может быть, Эмиро забрать за косу, да, получается, забрать Маника. Но опять же он вернется, Дека Фокус, еще коса пошла, уже поем. И он так же гибает. Но здесь шут, шут, ломает Т4, шут, ломает трон, что с ним вообще делать? Дека Фокус, пытается как-то жить, но его тоже забирают без байбека. ТСА никак нельзя остановить этого Тинника, который бьет все, бьет здание, бьет людей. Да бей трон, Тинни, Тинни, бей тронка. Что ты делаешь? 57 минут, и но ссори, все-таки выигрывают эту игру. Жесть вообще. Ну, как бы, Империя сами, по сути, подарили победу. Я считаю, это мое мнение для своего оппонента. Они как и начали фигню какую-то творить на протяжении всей игры, что в начале, что в середине. Потом они в какой-то момент камбэкнули, и потом опять отдали игру в очередной раз. Вот этими мувами, врывами, по одному, непонятными драками, ни за что. Ну, собственно, за что боролись, на то и напоролись. Да, да, все именно так. Ну что, у нас первая карта была супердолгая, но она наконец-то все-таки закончилась. Победой, но ссори. Честно говоря, Эмпайр с такой игрой все-таки, мне кажется, могут на второй карте претендовать на 1-1 вполне. Игра-то не самая плохая получилась. Но посмотрим, конечно, как будет дальше. А пока что, я думаю, уйдем на небольшую паузу.